Косматая, как лев, когда уже будет весна, что можно ходить без шапок. Ну вот, в принципе, пятый час, совещание только закончилось, и у меня еще тысяча миллион дел, потому что я сейчас вам покажу, в каком состоянии оставили мне здесь сегодня класс. Сегодня, кстати, понедельник. Я расстроена, шокирована, и мне это не нравится. И завтра я буду с ними об этом разговаривать. Я не знаю, что на них повлияло. Понедельник или еще что-то. Давайте посмотрим. Во-первых, что я хочу вам показать, это листы на подоконнике. Листы на подоконнике нам вообще ни к чему. Вот это на подоконнике, вот это. Это еще малая часть. Вот это из того, что тут мы видим. Стулья не задвинуты. Тут у нас валяются папки, скотч. Никто не собрал учебники по технологии. Учебники по технологии тоже валяются, никому не нужные. Плюс бумажки. За собой никто не убрал. Да, как я уже сказала, стулья не задвинуты. На сегодня у них были лыжи, они молодцы. В принципе, лыжи аккуратно поставили. Вот это вот, что? Непонятно. Что это? Вот это мусор. Давным-давно нужно. Вот это я не снимаю, потому что вдруг они будут играть. Рисунки завтра поищем. Лыжные ботинки. Чьи рисунки поищем? Лыжные ботинки. Конечно. Тут вон резинки. О, никому ничего не надо. Вот никому ничего не надо, а мне больше всех надо. У нас сегодня был день рождения у ребенка. Мы ели конфеты. Привет. Мы продолжаем. Сегодня по технологии делали, кстати, вот такую развертку. Так как у меня нет большой линейки, я показывала им. И у меня магниты нет. Магнитов нет. Все магниты там. Я на скотч лепанула. И все. Вот. Мы тоже убираем. Вон они без линейок. Без всего уходят домой. А потом мы удивляемся. Смотри, аж парта уехала куда. А потом мы удивляемся. Где у нас все... Куда у нас все пропадает? Ну, я не знаю это вообще. При том, что я не выпускала их из класса. Я говорю, так, из класса. Куда собрались? Пока не уберемся. Знаю я вас. Вечно оставите. И вот мальчишка вот тут сидит. Он первый самый... Первый самый слинял. Я говорю, точно все убрали? Точно. Вот и верь. Понимаешь? Ничего не надо. Ох. Причитала. Запричитала. Причиталась. Ой, так стыдно всегда, когда полы у нас моют, конечно. Ну, куда деваться? Вроде не так уж и грязно. Кстати, помните, я говорила про то, что у нас день рождения было? Деньги на маршрутку. То, что день рождения было. Мне подарили вот такой торт. И мальчик достает такой... Ну, у меня сегодня день рождения. И такой, хоп, это вам. Вау. Фисташковый. Это вкусно. Это еще как с чаем-то все. Это... Ммм. Прекрасно. Самое главное, это вопрос в другом. Я взяла две стопки тетрадей. Ну, то есть, я вот закошелю сумку, и мне не останется места. Я вот это куда сейчас должна засудить? Ой, как хорошо, что у меня большая сумка. Я постараюсь сейчас уместить все. Особо уместить не удалось, поэтому он поедет вот так. Привет! Сегодня в классе у нас уже почище, чем было вчера. Но стулья также задвинули не все. Поэтому я сейчас пойду задвигать стулья. И еще хотела вам рассказать, как я сходила на совещание. Сейчас я присяду куда-нибудь. Вот, как я сходила на совещание. У нас было совещание, даже не совещание, а педсовет. Это называется педсовет. Вот, и там говорили о том, как, ну, выступали люди. Значит, наставник и наставляемый, соответственно, те люди, которые только недавно пришли работать в школу, им дают педагогов, наставников, которые знакомят, так сказать, с документацией, с формами работ. Вот, ну, даже не с формами работы, наверное, как-то вот с порядком каким-то входят в курс дела, их вводят, не входят, они тоже давно вошли, вводят, их в курс дела и так далее и тому подобное. Вот, поэтому про это на педсовете рассказывали. Я вообще очень поздно домой пришла. Пришла? Очень поздно домой пришла. Ещё там говорили о том, как важно учителю учиться, о том, как важно повышать свою квалификацию, о том, как важно быть постоянно на волне, потому что дети и другие, дети очень современные, очень прыткие до знаний. И уже скучный урок вести у нас не получится, как говорится. А чтобы не, так сказать, не давать скучных уроков, нам нужно быть с детьми на одной волне. Соответственно, чем же они таким интересуются, какие бы новые формы приёма на уроке с ними использовать. Вот, про это тоже говорили. Потом ещё вот что касаемо документации, нам раздали таблички, вот, и сказали, что заполните, да, там, галочкой, какой документацией вы пользуетесь, какую документацию вы ведёте и заполняете. Соответственно, вот, нужна, ну, как часто и так далее и тому подобное, как для классного руководителя, так и для предметника. Ну, соответственно, что? Что вам нравится, значит, от какой документации вы хотели бы там избавиться или как-то вот как-то, в общем, так сформулировано было. Я вот не сфотографировала, жаль. Ну, я так, я смотрю и думаю, ну, что, я от тетради откажусь? Это моя работа. От чего? От журналов откажусь? Это моя работа. Ну, нет смысла вытёркивать. Интересно, есть люди, которые указали проверку тетрадей, как, да, знаете, типа, работа, документация, в принципе, то, с чем они не согласны, то, чем они заниматься не хотят. Мне вот прям очень интересно, мне кажется, у нас таких нет. Вот, я, конечно, там указала то, чем я занимаюсь, то, что я делаю. Соответственно, не указала то, что ко мне отношения не имеет, там, как про экзамены и так далее, и тому подобное. Ну, нам сказали, что, конечно, эта табличка была не доделана, потому что там было, значит, в течение какого времени? Года? Полугода? Месяца, ежедневно. И всё, еженедельно не было. То есть, условно, у нас внеурочка у меня один раз в неделю. И то есть, я как по мере необходимости указала. Ну, вот как будет внеурочка, по мере необходимости, так, как говорится, так и заполним. Незработано было. Вот, но нам сказали, что это не в упрёк. Никто нас не будет за это журить, ругать и так далее. Что это вот именно конкретно, чтобы помочь нам, как бы, заблегчить нашу жизнь. Ну, думаю, ладно, чем бы облегчить нашу жизнь? Тетрадки? Тетрадки за нас кто-нибудь другой возьмёт. Проверяйте. Это вряд ли. Ну, поэтому вот таким вот образом. Сходила на совещание. А, ещё хотела бы вам кое-что показать. Сегодня было такое мини. Сейчас я посмотрюсь. О, ну, слушай, ну, нормально. Я думала, я выгляжу хуже. Сегодня у меня, значит, недавно у меня ребёнок говорит, Лена Николаевна, можно устроить, пожалуйста, угостить всех колой и всякими вкусняшками. Я говорю, ну, колу нельзя, наверное. Я говорю, ну, что значит, наверное, колу нельзя. Вот, и там потом, ну, она несколько раз ещё подходила, когда можно, когда нет. Я связалась с мамой. Мама такая говорит, ну, да, вот хотелось бы вот угостить ребяток, потому что вот мы сегодня с мамой выяснили, что день рождения у девочки летом, а ей вот всегда все-все угощают, и ей вот тоже хочется. И вот мы на сегодня выбрали день. Она принесла. Мамочка молодец. Ох, ручка затекла. Долго разговариваю с вами уже. С непривычки. Мамочка молодец. Тоже принесла. Все гостиницы. Они посидели, покушали, сказали спасибо. У меня даже этот, мой индивид, самый любимый в классе, коробку лопнул на год. Я аж испугалась. Все, нельзя при мне такие вещи делать. И мне тоже досталось. Сейчас покажу вам. Значит, тут сайчочек, яблочки. А как яблоки пахнут. Просто невероятно. Вот что, колечком похвастаюсь. Но оно давнишнее уже, но всё равно красиво. Вот здесь барни, значит, эта штучка. А, хотела сказать, это, нет, это мне тоже дарили. Красивые песчаные замки. А помните, я в Телеграм выкладывала, мы делали? Помните? Мне кто-то подарил, у него ухо откололся. А вот тут ещё лежит колечко, которое я надевала. Но оно мне колет слишком красивое. Но неудобно, я его на работе сняла. Вот. Таким вот образом. Стопку по математике я проверила. На работе. Так что домой я забираю только стопку по русскому языку. Хотите, я проведу вам краткий экскурс по своему рабочему столу. Соответственно. На самом деле, я вообще ничего не делала. Я вот оно как есть. Это я вам сейчас записывала ролик. Вот. По проверочным, по русскому. У меня тут рядом лежали. Я же не знаю, сколько мне понадобится. Тут у меня лежат учебники, какими мы пользуемся. Тут у меня какие-то программки, листочки, пометки, рабочие тетради. Ладно. Здесь у меня, значит, папка, стопка русского, который я опять потащу. Думаю, знаете, мне математику проверять гораздо легче, чем русский. Но это, наверное, у всех так. Тут у меня уже проверенный русский. Видите, в перемену что-то пытаешься сделать. Несколько там проверить. Там, по-моему, даже ребенка не было сегодня. Тут у меня стопка с математикой. Вот это я уже проверила. Тоже опять на переменах я перевернула специально, чтобы там школы не было видно. Вот это я, скорее всего, проверю завтра с утра. А русский утащу домой. Это я уже проверила. Видите, как бы тут побыстрее процесс идет. Тут у меня, значит, дедулечка, компьютер мой. Здесь у меня начинается уже более бардаковая, знаете, территория. Тут какие-то подделки. Это, значит, дети сегодня рисовали. Вот они рисуют, и они все несут мне. Понимаете? Вот они все делают, и все несут мне. Ну, самое интересное. Ну, тут вот это мои рабочие, конечно. Это потому что ручку мне нужно будет забрать сегодня домой. Тут маркеры. Я не знаю, откуда у меня появился второй органайзер, признаться честно. Ну, тут какие-то вот такие вот моменты, пометки. Тут, видите, мне кольца дарят. Я же не могу все это выкидывать. Я складирую. А что мне еще делать? Я вообще не знаю, что это. Ну, ладно. Тут, значит, у нас учебный календарь. Тут расписание. Тут у меня тоже, значит, всякие различные штуки. Мне нужные, самое главное. Это мел. Я вообще, я знаете, я пока дойду от... Вот я сколько раз к доске подойду. Вот сколько раз я к доске подойду. Это мы решали на этом, на внеурочке. Ой, на консультации. Еще не мыла доску. Вот сколько я пойду к доске, вот столько я притащу мела. Ты посмотри. Вон мел, там мел. Так, это значит, что меня тоже я кладу сюда, но уже под это. Потом по мере как-то разбираю. Тут у меня расписание, вам я его тоже не покажу. А это меня сегодня рисовать. Скажи, что это я. Мне столько сегодня раз сделали комплимент моему кардигану, что я думаю, что правильно, что он подорожал. Он уже не 600 рублев, а 1000. Это вот. Это не я, кстати, делала. Это мне оставили для этого. Для примера. Тут у меня стакан, из которого я благополучно пью. Но самое интересное, начинается вот здесь. Вот тут начинается магия. Тут у нас, значит, проекты. Ну вот помните. А вы не помните. А может, и помните, я показываю. Начались проекты. Тут, значит, у меня контрольные тетради. Это я сняла недавно. Тут у меня тетради, листки по ОРКС. В общем, все, что с этим связано, это я сейчас раз закрою. Здесь у меня контрольные по математике, контрольные по русскому, для творческих работ по русскому. Здесь у меня тоже стакан какой-то стоит уже тысячелетний, которым никто не пользуется. Здесь, значит, у меня мел. Мел. Это детские деньги. Опять-таки же, опять-таки же, вот эти всякие штуки, они мне же все несут. Вот они же мне все несут. Это вот, значит, какие-то суши роллы. Какие-то тут борщи. Меня борщом кормили в прошлый раз. Тут, значит, какие-то кольца, ребят. Я вот, видите, в пакетик складывала. Тут вон кольца разные. Ну, вот как это выглядит? Что-то я не знаю, кто-то мне положил, видимо. Кто-то, видимо, мне положил. Рисунки тоже детские. Там нет, ничего не написано. А это оценочный лист. Ну, тут, в принципе, ничего такого и не написано. Вот. Кстати, как выглядит оценочный лист? А тут ничего не написано? Тут школа не написана? Нет. Ну, вот, как выглядит оценочный лист. Вот, по которому мы баллы... Сейчас носом фокус делаю. По которому мы баллы получаем у меня. 13 баллов. У кого-то 23, у кого-то 32. 13 баллов – это условно к зарплате плюс 2 300. Вот. А 32 балла – это 5 600. Такое вот рисунки красиво мне подарили. Тут какие-то остатки контрольных. Я к чему это показываю? Я, может быть, тут хочу прибраться. Но это настолько всё эфемерно, вся эта уборка. Потому что завтра будет то же самое. Тут тетради детей, которых не было. Это у меня тетради проверочные по... Я там спрятала фамилии. Тетради проверочные по этому... Господи. По окружайке лежат здесь. Здесь у меня рабочие тетради. По тоже окружайке. Это творческие. А с другой стороны... А вот что тут убираться? Да, вот. Ну, убирайся. Это только грязь перекладывать. И при том, что это не только у меня одно и так. Мне ещё говорят, заходят... Ой, как у вас здесь чисто? Я думаю, чисто? Вы точно сюда по адресу? Тут вот тоже тесты, помните, по литературе мы делали. Это рабочие по окружайке. Это рабочие... Это проверочные по математике. Всё, что открыто, это ещё не проверено. Здесь у меня, значит, ОРКСМ. Мне, кстати, подарили такую книжечку классную. Мальчик из 4-го Б. Тоже тут про заповеди написано. Ну, для деток я сегодня, например, брала на урок другой. Тут, значит, тетради по ОРКСМ. Тут опять какие-то рисунки. Они же хитрые. Они же хитрые. Они мне что говорят? Это вам. Они рисуют и говорят, это вам. Они знают, что я всё возьму. Вот они же знают, что я всё возьму. Смотри. Выводок голубей. Смотри. Выводок голубей есть. Видимо, накормили голодающую по Волжье. Бедолаг. Кстати, да, не удивляйтесь, гирлянду я не сняла. И до июня снимать я её не буду. Она мне греет душу. Я вот так делаю по утрам, когда прихожу. Я вообще человек свет. Для меня свет – это очень важно. Я вот так по утрам делаю, и она, понимаете, переливается, и мне становится не так грустно. Вот. Здесь какие-то бумажки, как я их рассаживала. Тут вот эти книги, которые я, наверное, никогда в жизни-то и не прочитаю. Тут вот, значит, я брала из третьего А-класса, для примера, такие вот делали зонтики. Я не помню, рассказывала я вам или нет. Тут вон груши тебе. Хочешь груши, хочешь зонтики. Это, значит, я начала делать, но не доделала. Была работа. Ой, должна была быть работа. Привет. Должна была быть работа в этом, на каникулах каких-то там. Вот. На зимних, что ли, не помню. И вот, понимаете, такая красота должна была быть дерево. Это сама делала. Тут какие-то салфетки на это, для столовой. В общем, я даже вот эту полку показывать не буду. Это потому, что здесь еще больше, чем везде. Это страшно. Какие-то пакеты, еще что-то. Ну, слушай, я как будто даже прибралась. Ася. Как будто бы я даже прибралась. И здесь как будто бы тоже прибралась. У меня, кстати, тряпочка, я ей стол вытираю. Вот. Как будто бы даже прибралась. То я вам никогда свой стол не показывала. Потому что он вечно завален бумажками. Он вечно завален, вечно у него. Вот тут этот стыдный системный блок стоит. За это, залепленный. Я не помню, показывала вам его или нет. Бумажка. Потому что книжку, эту крышку сняли. Вот. И у нас, кстати, опять отломалась дверка. Вот завтра обещали починить. Но вот это, наверное, уже пора снять, конечно. Вот. А так? Вот так. Так, вот так. Поэтому вот такое вот у меня рабочее место. Смотрите, что обнаружила. Думаю, что кучкуются? Что они тут делают? А они, оказывается, собирают лего. Смотрите, какая прелесть. Это же... Я обожаю лего. Я мечтаю когда-нибудь о колизеи из лего. Смотрите, это так классно. Ну, тут я не буду трогать. У них тут целая инсталляция. Кто-то, кто-то уже, понимаете, лег. О, это из Майнкрафта? Это я знаю. Может быть и нет. Смотрите, тут целый сюжет уже можно. Во что-то играют. Машинки. Можно распознать. Мило. Блин, как круто. Там тоже персонажи. Вообще классно. А еще смотрите, какая здесь прелесть есть. У меня мальчишки, которые играли в банк. Они вообще выдумщики. Кто бы мог подумать, что они к третьему классу так раскроются. Вот это, значит, фура. Я жаль не успела вам заснять. У них вот тут были наклеены блатные номера, значит. Во-первых, посмотрите, какая красота у меня здесь всякая. Ладно. Здесь были, значит, блатные номера наклеены. Там я уж не помню, три семерки, еще что-то. Я вот сейчас залезу, но так, как будто бы меня здесь не было. Это значит, что у них, видимо, какая-то штучка. Ну, которая вот. Лобовое стекло. Они тут, значит, у них есть место. Они сюда вдвоем садятся. Один, значит, рулит. Посмотрите, какая прелесть. Как бы не сломать, слушай. Тут, значит, скотчем перемотана ручка. Держится все, конечно, на сопельках. Но не суть. Значит, перемотанный скотчем руль. И вот, значит, мы здесь ездим. Может быть, мне сделать фоточку. Знаете, как эти... Здесь BMW обычная, и такая фоточка. Как будто бы ты невероятно богат. Вот. Так что они у меня... Это куда подвезти вас? Они у меня на физру ушли, поэтому... Порядок оставляет желать лучшего. Вот такие вот дела. Выдумщики. Вообще обалдеть. Кто бы мог подумать на самом деле? Милый динозаврик. Ничего трогать не буду. Упаси Господь. Представили себе картину, как в одну штанину две ноги засунул. Засовывал? У тебя тоже такое было? Нет. Это по утрам вы такие невнимательные. Как в одну штанину двумя ногами. Как бабка... Как бабка-ёшка в ступу. И полетели до школы. Ну ты лентяюшка ещё та. Ты лентя... Удивительно, что ты вообще в принципе приходишь в носках и в брюках. Лентяюшка. Пётр, продолжай. Ну что? Всё. День закончен. Я дань собрала, так сказать. У меня сегодня много подарков. С пустыми руками не уезжаю. Мало того, что у меня две ступки строят в сумке. Так ещё, понимаете, вот вкусняшка набрала себе. Ещё и текстовый делитель, понимаете, выцегнила. Чё-то дети прям сегодня меня это. Даже чипсы припёрли, понимаете. Спросили, какие чипсы я люблю. Я говорю, с малосольными огурцами. Где... Спасибо Ивлеевой за то, что она создала вот эту серию с малосольными огурцами. А то Лейс как бы уже их нигде не найти. Поэтому вот. Вот. А вы спрашиваете, почему я учителем работаю, что мне в работе нравится. Я ем. Я бесплатно ем. Моют у меня там, значит, полы в коридоре. Ушла я, уползла в конец класса. Вот. Хочу что сказать? О наболевшем. Это даже не о наболевшем. Мы просто... Ну просто почему? Почему? Недавно нас всех на этой неделе всполошили. Всполошили. Нужно срочно снился детей. Срочно снился детей. Нужно в таблицу распечатать и отдать администратору, который занимается с телом горным. Срочно. Я кинула в группу родителям. Думаю, на выходных сделаю. Да? Опять кто откликнулся, спасибо. Кто-то из учителей сразу полез в личные дела. Но я, извините, у меня дома коты. Я не могу тут до шести сидеть. Поэтому я решила вот так вот быстренько. Но опять-таки же кто-то скинул, кто-то не скинул. В итоге все равно в понедельник из личных дел доставала. Оказывается, распечатывать не нужно. Оказывается, нужно только в электронном виде прислать. А понимаешь, а там ловушка. Ты приходишь с этой флешкой, а тебе говорят, ой, а у вас у детей еще в сетевом городе не хватает этого, этого, пятого, десятого. Хотя ты вообще за это не отвечаешь, я даже не знала об этом. Ты идешь за личными делами. Я, кстати, охрипла чуть-чуть. Надеюсь, вам не сильно отрежет душа. Ты идешь за личными делами. И в этой огромной папке находишь свидетельство о рождении, номер серии, кем выдан, понимаешь, где он прописан, где ребенок живет и так далее и тому подобное. То есть у тебя еще тысяча различных. Вытекает из одной задачи, много маленьких вытекает задач. И я вот сижу и думаю, Господь Иисус, моя основная задача учить. Знаете, говорят, что вы должны учить детей. Вот кто? А вы учитель? Вот сидите и учите. А да, правда, ничего мы не учим. Большую часть времени мы занимаемся различной бумажной ерундой. Опять не помню, рассказывала или нет. На совещании нам сказали о том, что мы хотим, чтобы бумаг у вас стало меньше. Администрация нам сказала. И там, значит, та деятельность, которой вы занимаетесь, там как-то вот, короче, отметьте галочкой то, что вас устраивает или что-то не устраивает. Там, значит, проверка тетрадей. Я думаю, это, конечно, моя работа. А если у меня нет проверки тетради, то в чем смысл? Там заполнение журнала. Я думаю, это, конечно, моя работа. Как можно поставить галку там какую-то? Короче, бред. Никогда не уменьшится количество бумажной работы у учителя. Помяните мои слова. Никогда. Да, ее становится только больше. Не забывайте подписываться на канал. Не забывайте прожимать лайки. Помните, что я вас всех безумно люблю. Обязательно оставляйте комментарии. И увидимся, как увидимся. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok